Приветствую вас. Мнение коллег относительно энергетической составляющей вашей проблемы вы уже послушали. И я полагаю, что мнение это достойно самого пристального внимания, то есть дело здесь не столько в том, что вы, например, ну для себя неправильно что-то объясняете. Дело здесь не в том, что вы неверно наставляете приоритеты, и дело здесь совсем не в том, что вы как-то неправильно поступаете. Дело здесь скорее в том, что вы просто-напросто мешаете одно и другое. То есть, с одной стороны, вы мешаете такой момент, как появление людей из прошлого. Это как бы такая ситуация, такой момент, который вообще от человека не зависит. То есть, люди всегда могут, в любой момент могут появиться из прошлого, и с этим ничего не поделать, просто потому что, ну, реально забывают человека очень многие. Другое дело, как вы сами вот к этому моменту относитесь для себя. То есть, почему вы видите некую мистификацию в том, что они возвращаются? Почему вы не воспринимаете это как случайно? Это, конечно, вопрос к вам, и вопрос довольно интересный. Дальше. Следующий момент, влечается в том, что вы пишите. Я очень сильно ощущаю негатив после такого вот взаимодействия. То есть, вы какое-то время им помогаете, что-то для них делаете, а после этого вы испытываете достаточно серьезный негатив именно из-за того, что с ними провели время. И это совершенно точно происходит потому, что вы, потому что вы, ну, вредите себе, вы вредите своим интересам. Когда отдаете, собственно, последнее. Вот, как бы то, что отдавать последнее не стоит, вам уже сказали, я повторяться не буду. Но меня больше волнует вопрос, почему вы вообще это делаете. То есть, что вы хотите, условно говоря, об этом получить. Что вам нужно? То есть, вы же, наверное, ожидаете некой такой реакции. Вы же, наверное, хотели бы, чтобы вам как-то что-то откликнулось, отозвалось на это. Вы же, наверное, хотели бы для себя что-то получить именно через подобное проявление. Вы же, наверное, хотели бы для себя что-то выявить. Вы же, наверное, хотели бы что-то для себя как-то, ну, сформулировать. Вы же, наверное, делаете это не просто так. У меня есть вопрос, ага, для чего тогда вы это делаете? Вот, собственно, вопрос. Для чего вы это делаете тогда? Для чего вы хотите, ну, для чего вы стремитесь помогать людям? Для чего вы отдаете им последние штуки, собственно говоря, движет и так далее. Вот, попробуйте себе на самом деле на этот вопрос ответить, и тогда вам станет понятнее, в чем заключается ваша проблема. Потому что, видите ли, ну, в том, что, друзья, в том, что вы притягиваете негативную энергию, вряд ли. В том, что вы жертвуете собой ради других людей, это, да, вполне возможно. Вы действительно жертвуете собой ради, ну, ради других людей. И весь вопрос заключается в том, зачем, почему, ради чего. Вот, серьезно, ради чего вы это делаете, ради чего вы жертвуете собой. Что заставляет вас это делать? Вот, попробуйте на этот вопрос ответить себе, и тогда будет понятно, в чем дело. И я не думаю, что здесь есть какая-то номертификация. Я думаю, что все здесь достаточно просто. И связано это, в первую очередь, с тем, что вы неверно организовываете свои социальные связи. То есть, что-то вы пытаетесь для себя получить в этом контексте. Через, ну, там, других людей, например. Вот, что-то вы пытаетесь для себя получить. И, естественно, у вас получить это не выходит, и вот, вникает отдача, вникает откат. Соответственно, давайте, мы пытаемся проанализировать, что именно вы делаете. Так, и почему. Давайте проанализируем, что заставляет вас двигаться в направлении ущемления своих интересов, связанных с людьми другими. И, собственно говоря, вот этот аспект, и будем набирать подробно. Потому что, ну, думаю, что здесь играет серьезную роль, большую роль. Играет и то же, как вы взаимодействовали с своими родными, с вашими родителями. Думаю, здесь и мужская, позиция вашего отца сыграла роли, и женская позиция вашей матери. И, соответственно, ваша модель поведения тоже оказывает существенное влияние на то, что вы сейчас имеете. И все это нужно разбирать. Лифтификации в этом никакого нет. Если человек будет себе вредить, если человек будет ущемлять свои интересы, он и получит, к сожалению, только лично один негатив, по-другому не бывает. Поэтому, чтобы остановить данную цепочку, я вам очень рекомендую, чтобы остановить данную цепочку, самой взять паузу и подумать, для чего вы людям помогаете вплоть до ущемления своих интересов, что вами движет. Вот это необходимо разобрать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!